я отправляюсь внутри этого туннеля сооружение это имеет поистине гигантские размеры вот что такое мощь воды забраться куда-нибудь повыше и там полазить это такой маленький сюрприз которого мы не ждали ты до дна достала он на него не упадет он на него сядет новые электростанции строятся в самых дальних и глухих районах нашей страны владимир ильич ленин мечтал мы россию всю и промышленную земледельческую сделаем электрической в 1963 году от поселка кола началось строительство автомобильной дороги протяженностью 116 километров в сторону поселка туманная эта дорога должна была обеспечить возможность строительства серебрянского водохранилища и возведение на нем каскада серебрянских газ поскольку строительная площадка серебрянской гс-1 находилась в крайне труднодоступном месте потребовались значительные усилия в первую очередь для прокладки дороги без которой вообще невозможным оказалось выведение любых работ по строительству самой гэс 6 лет назад началось на кольском полуострове сооружение серебрянской гэс решение о строительстве было принято в 1962 году а проектное задание было утверждено в 1967 проект строительства был разработан институтом ленгидропроект уже летом 1967 года на реке воронье началось строительство серебрянской гэс-1 верхний из каскада гэс а 5 ноября 1970 года был произведен пуск 1 гидроагрегат на сегодняшний день мощность каскада серебрянский гэс составляет 32 процента от общей мощности гэс кольского полуострова русский север богат множеством очень интересных очень красивых мест в первую очередь конечно же это природные красоты это типичная только для северных широт природа очень необычная очень своеобразная характерная для этих мест но есть здесь и технические объекты инженерные сооружения которые просто будоражит воображение своими размерами своими масштабами и сложностью их строительство их возведения одно из таких мест за моей спиной это водопропускной туннель и чтобы оценить его масштабы достаточно взглянуть на размеры этого туннеля в сравнении скажем с автомобилем и сразу становится видно сразу становится понятно насколько это гигантское сооружение здесь же сразу бросается в глаза контраст природный контраст это снег который лежит еще зимы и свежая зелень напомню что сейчас уже самый конец июня на дворе полярный день во второй половине 1970-х годов было принято решение региональных властей партийных властей как тогда и положено было построить здесь водохранилище и вот в этом самом месте где сейчас находится туннель где сейчас иду я проходила русло небольшой реки для того чтобы наполнить это водохранилище нужно было перекрыть эту реку и когда строили укрепление когда строили это водохранилище необходимо было излишки воды спускать то есть нужен был водопропускной туннель для чего и построено было вот это вот гигантское сооружение и уже впоследствии после того как строительство водохранилище было завершено торжественно в присутствии корреспондентов присутствие советской прессы был опущен шибер который находится в самой дальней части этого туннеля и этот момент и считался запуском в эксплуатацию водохранилища сооружение это имеет поистине гигантские размеры высота его порядка 10 метров ширина около 8 метров и в длину он составляет около 100 метров конечно же местами здесь протекают грунтовые воды хотя тоннель неплохо гидроизолирован вот наверху черные пятна это как раз гидроизоляция самого туннеля и особенность местного климата это наличие снега льда и на улице в местах которых больше всего чаще всего находится в тени и вот в этом туннеле сохранились гигантские сосульки выше человеческого роста и и вот в самом дальнем конце туннеля находится та самая секретная комната в которой опускали шибер в момент запуска в эксплуатацию водохранилище именно тот самый конец естественно он и примыкает к площади водохранилище здесь и по сей день еще 70-х годов двадцатого века сохранился инвентарь который использовали строители при возведении этого поистине гигантского сооружения сохранились строительные материалы вот здесь вот видно мешки с цементом до сих пор они лежат на строительных деревянных лесах здесь же остатки труб которые видимо использовались для компрессоров электромотор сердцевины электромотора остатки строительных лесов все это сохранилось до наших дней спустя почти 50 лет и вот та самая секретная комната за стеной которой и находится водохранилище сейчас эта стена запетонирована во времена строительства за ней был смонтирован шиберный затвор который торжественно не опустили в момент ввода в эксплуатацию этого водохранилища иногда порой даже не ожидаешь какие интересные объекты можно увидеть какие интересные объекты скрывает та или иная местность в данном случае приезжая вот по этой дамбе большинство людей даже не задумывается что внизу под этой дамбы есть сложное и очень интересное гидротехническое сооружение без которого без возведения которого просто невозможно было построить не эту дамбу не это водохранилище на кольском полуострове зима уже давно чувствует себя полновластной хозяйкой немалый хлопот доставляет она строителям серебрянской газ в эти напряженные предпусковые дни нижней в каскаде серебрянский газ является серебрянская газ-2 ее возведение начали в 1968 году а первый гидроагрегат был введен в строй в 1972 году непосредственно здание газ было воздвигнуто в кратчайшие сроки всего за 8 месяцев с марта по декабрь 1972 года коллектив строителей монтажников и наладчиков делает все для того чтобы вторая электростанция серебрянского каскада дала первый ток к полувековому юбилею СССР а вот и еще одна дамба и плотина которые относятся к этому водохранилищу к этой гидросистеме вот что такое мощь воды а на обратном пути нам открылись совершенно офигенные виды на нижний бьев после плотины после водосброса с плотины когда мы ехали в сторону дальних зеленцов этого просто не было видно нам вот всей этой красоты в итоге в нижнем бьеве ниже уже плотины ниже водосброса где вот этот великолепный водопад здесь же оказался еще один гидротехнический тоннель скорее всего как я понимаю он выполнял такие же функции то есть он использовался при строительстве плотины только с другой стороны подпорного вала размеры тут конечно тоже оказались внушительными сейчас отправимся внутрь посмотреть всю эту красоту это оказался почти такой же туннель и скорее всего назначение у него тоже как и у предыдущего только этот туннель по своим размерам по своим масштабам еще более внушительный здесь и высота уже наверное порядка 12-15 метров и ширина этого туннеля больше и заканчивается этот туннель тоже забутовкой здесь немножечко побольше просторная комната но совершенно очевидно что функции он выполнял такие же и сейчас за этой бетонной стеной тоже находится шибер которым когда-то перекрывали водоспуск с плотины технический а вера как всегда в своем репертуаре забраться куда-нибудь повыше и там полазить а и а и и и и и и и и и Рядом с гидротехническим туннелем есть одна потайная дверька И сейчас мы туда отправимся Посмотрим, заглянем в самые недра этого сооружения Это такой маленький сюрприз, которого мы не ожидали По шпалу, что там глубоко? Ты до дна достала? В общем, за этой дверкой нас ждет очень интересное место Туда вглубь под дамбу уходит длинный прямоугольный туннель По которому проложена узкоколейка и здесь предусмотрена система водоотлива Поскольку сооружение относится к действующей ГЭС, расположенной наверху Всего в нескольких сотнях метров Нам требовалось быть крайне осторожными и внимательно следить За наличием сигнализации внутри объекта В общем, вперед уходит туннель Идти надо строго по шпалам Ускоколейка, потому что глубина там весьма приличная Дальше начинается деревянная исходня, по которым уже можно спокойно передвигаться Несколько труб идет Скорее всего, здесь вода Поскольку присутствуют краны, либо чтобы стравливать давление Играет музыка Играет музыка Мы сейчас находимся в дамбе В самом ее основании Рабочие манометры Здесь везде есть электричество Везде присутствуют фонари Правда, в некоторых их включена лампочка И на входе там сразу лежало несколько лампочек И за этим сооружением смотрят Явно смотрят здесь, явно все живое и рабочее А вот это очень похоже на систему водоотлива Одна дамбе Надо вот здесь В одном из помещений мы нашли колодец, входящий вверх на большую высоту. Я решил попробовать, куда подняться. Сейчас я полезу наверх посмотреть, что там. Спасибо. Друга. Что-то не нравится. Она носит ремесники. Я сказал, что она не висит на штыре. Может, ты ее поддержишь? Держишь? Макс, он на него не упадет, он на него сядет. Держишь, Макс. Давай. Ну, то есть у меня как-то. Такие комментарии потом найдем. Ну да. Удачи. Смотрите сигнал. Глаз. Что там? Что? Пока что? В смысле? То есть он еще лезет там? Мне страшно смотреть туда. В общем, здесь наверху оказался деревянный люк, который я пока не смог открыть. Но на самом деле лестница бесконечная. Я уже прошел пролетов около семи, может быть, даже десяти. И уперся в этот деревянный люк. Он засыпан сверху землей. Но вот в ту дырку хорошо видно, что лестница продолжается. Еще очень и очень много вверх. Это самая глубокая дырка в твоей жизни. Четыре. Четыре. Странные. Мне очень нравится учились. Скорее всего она ведет на поездку. Ну и уходит в техническое помещение. Хочешь наверху? Посмотрим здание или дырки. Позднее мне удалось выяснить назначение этой галереи и технических помещений под дамку. Все это оказалось в хозяйствах гидроцеха, где отслеживали техническое состояние плотины и возможность протечь. С интересом жду ваших комментариев. Напишите понравились ли вам эти необычные объекты. И не забывайте ставить лайки и репостнуть это видео в своих соц сетях. Этим вы реально можете помочь развитию канала. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч. А теперь мы убираем действие с ***. Давай. Ее вот записано. Иди сюда что покажу. Срочно. Что? Видишь вот эту штуку? Ну видно. Вот трогай ее. Вот здесь. И что? Трогай. И что? Реально говорю. Трогай, говорю. Зачем? Надо. Зачем? Надо, ***. Говорю потрогай ее, ***. Надо. Надо, вот ***. Я надо *** еще. Пи***ь, трогай. Зачем? Говорю трогай, ***. Нет, не вышел прикол. Здравствуйте.